Всем привет! На календаре у нас 14 июля, это еще одна неделя позади, на еще одну неделю мы ближе к обновлению. На этой неделе мы с вами поговорим про новости недели, акции, бонусы, еще небольшая информация по поводу следующего обновления. Вернемся к нашему старому другу Рэмбо А, и я расскажу, почему же все-таки я считал его читером, и на чем он все-таки спалился. И плюс ко всему небольшая интересная информация по поводу обновлений Кьюбеты. Статистика у нас печальная, всего лишь 14 тысяч человек в пике 16 по стиму, это самое-самое низкий онлайн за всю эту неделю. И, к сожалению, тенденция такова, что игроки уже разочаровались и одеваются в костюме клонов, вы это знаете по флешмобу от Red Cat Redemption и модному приговору, который был на этой неделе, где мы сделали также костюмы клонов. Печально, конечно же, но все-таки на этой неделе у нас бонусы, скидки и акции. На этой неделе награды для охотников за головами, бонусы 50% больше Red Dead Online долларов и опыта роли за задания по поимке легендарных преступников. Все те, кто купит лицензию охотника за головами в период с 14 по 27 июля в качестве поощрения получат 200 долларов. Все охотники за головами, которые повысят свой уровень на этой неделе, получат бонус в размере 100 долларов. Ветераны, достигшие максимального уровня, получат в подарку карту сокровищ и 10 шашек нестабильного динамита, скидок 40% на карканную винтовку с откидным затвором, скидка 40% на мачете, скидка 40% на все одинарные и двойные патронташи, скидка 40% на пальто, юбки, чапсы, получапсы и некоторую зимнюю одежду. И на этом у нас все. По поводу Rage Games GTA Forms предположил интересную мысль, что ограниченные одежды сериями в течение двух недель вводили поочередно, а вот деньги и опыт на две недели вот этого еще не было. Не планируют ли они на следующей неделе почистить ленту и освободить место для возможного анонса на обновление? Все-таки будем следить за новостями. Что касается обновления, то теперь по поводу обновления. Персонаж с ником Executor 404, также с GTA Forms, который не раз уже следил за финансовыми отчетами Take-Two во время падения нахлеста читаков. И если помните, когда банили, была волна бана в GTA, он также показывал инвестиции. В общем, он разбирается в этой теме. Он сказал, что до 3 августа должен как минимум состояться хоть какой-то анонс, потому что у Take-Two будет встреча с инвесторами и она планируется 3 августа. То есть, соответственно, он предположил на 100% что будет какое-то обновление до 3 августа, потому что надо что-то будет рассказывать. На прошлом собрании с инвесторами Rockstar и Take-Two обещали выпустить хоть что-то и делать не какое-то небольшое обновление. Его не было ввиду коронавируса. Может быть, Take-Two так и сошлется на это и скажет, что извините, ввиду коронавируса мы не успеваем до 3 августа. Но как они будут выглядеть тогда в случае этого в глазах инвесторов? Не знаю, как отреагируют инвесторы, но тем не менее, это дает хоть какой-то шанс, что обновление выйдет до 3 августа, либо хотя бы состоится анонс. Мои предположения, как я и говорил ранее, с 15 июля по 15 августа. QB2.3 начали обновлять на ежедневной основе. Слежу за этим каждый день. Версия ID сборки уже 528, так как паблик уже 518. В принципе, это мне ни о чем не говорит. Тестфанс по этому поводу тоже молчит, однако такие обновления, ежедневные обновления баз данных, не было никогда со времен выхода самогонщиков. К нам в дискорд зашел человек и сказал, что он мститель античитаков. Человек, который утверждал, что он хочет выводить на чистую воду людей, которые говорят, что они классно стреляются, что-то классно делают и в конечном итоге оказываются просто пиздоболами. Так вот, Рэмбо А попался на азарке. Это программа, которая позволяла ему в конечном итоге доминировать над Готикой. И мы знали, что он не чист. И, слава богу, нашелся человек, который в конечном итоге вывел этого пиздобола на чистую воду. Сейчас вы видите скрин. Это скрин, непосредственно который мне предоставили в личку, где указан Рэмбо, его ID и что это реально живой персонаж, что это не подделка. Здесь же тут написано, что азарк, на самом деле, когда вы можете включить функцию анти-крашинга, анти того, чтобы вас могли присоединить в сессию, и вы попытаетесь человека с читами присоединить к себе, он блокирует эту фигню, его нельзя не крашить, ничего. Здесь вы можете мне заявить и сказать, Сократ, на самом деле это все полная дичь и в конечном итоге человек мог написать абсолютно любой ник, мы ни разу это видели. А вот так вот выглядит человек с измененным ником. То есть в верхнем левом углу вы видите ник какой-то Верка, а в нижнем правом вы видите Анюта. То есть это измененный ник, Анюта это реальный ник, Верка это измененный ник. С Рэмбо нет такой функции, то есть Рэмбо со своим реальным ником зашел в игру под азарком. Может быть он забыл его выключить, может быть он хотел, я не знаю, кого-то другого крышануть или какая-то еще херня. Потому что непонятно как так получилось, что человек, который утверждает, что он не читер, в конечном итоге так палится по жесткому. Ну, хрен его знает, может быть у него несколько аккаунтов, со каких-то аккаунтов он прикалывается, крошит всех и бегает, а на этом аккаунте он не заходил, поэтому до этого никто, а может его никто и не проверял. Да хрен его знает, как оно есть. Скрины настоящие, ник настоящий и тут ни о чем мне уже все, все, стопроцентные доказательства того, что Рэмбо А полный пиздоболый мразь, бля, который доказывал относительно того, что я невинная овечка, ничего, свои игры записывать не буду, вы ничего не докажете и бла-бла-бла-бла-бла. Так вот, наконец-то, наконец-то, совершился тот факт, что мы можем доказать, что он был пиздоболом. Но, тут есть один интересный момент. Вот это скрин нынешней, сегодняшней сессии, где мне также просто скинули в личку, чтобы я убедился о количестве читеров. То есть, состоял разговор от того, что читаков на самом деле не так много. Так вот, пиздец, из сессии в 32 человека, 14 из которых оказались с модификациями, с модификациями, бля, 14 человек. Это, это, где Рокстар, где волна банов, моему возмущению нет предела, просто нет предела. И я в это не вникаю, я в это не лезу, я с этим уже, уже заколебался разбираться со всеми этими читаками. Любой говнюк может скачать читы и крошить вам сессию, как нефиг делать. Но, больше всего меня бесят люди, которые доказывают, что они не читаки типа Рэмбо А, а в итоге оказываются полными еблонами. Поэтому, все эти пидорасы типа Спектр, Напалма и Риски, и всех этих подобных говнорей, которые бегают с Рэмбо А и доказывают, что он не читер. Вот вам такой факт, а? Чё вы теперь будете делать? Ну и в дополнение хочу сказать огромное спасибо нашим спонсорам. Виктор Попов, Алексей Котов, Иваннекс 64 Рус, Вовка, СПБ и другие спонсоры, которые поддерживают нас в чеканной монетой. И можешь стать и ты всего за 49 рублей в месяц. Поддержи канал Готику для того, чтобы я искал для тебя классные видео, дел модный приговор, гайды и так далее. Мы вместе с тобой будем ждать обновления. Более того, ссылка на Дискорд, где классный народ, команда поможет тебе, если ты новичок, составит тебе контент, если ты старичок. Если тебе, в принципе, на Дайл РДР и хочется большого, сочного, дружелюбного коллектива, обязательно заходи по ссылкам в описании. В целом, я постарался на этой неделе для вас составить классненький, сочненький контент, который раньше делал тоже для вас. Увидимся в следующих видео. Субтитры создавал DimaTorzok